Привет дорогой зритель, добро пожаловать на канал Китай в помощь. Знаю, многие ждут продолжения многосерийки про магнитные кабели. Спешу вас обрадовать, посылка наконец у меня. И сегодня мы пройдемся по кабелям бренда ТОПК. В сегодняшнем обзоре примут участие сразу 5 кабелей. Мы испытаем каждый из них, сравним их показатели как между собой, так и с кабелями других брендов, которые уже прошли наши испытания. Для начала давайте уделим внимание каждому из кабелей. Кстати, все кабели длиной 1 метр и с разъемом типа microUSB. Все возможные комплектации и типы разъемов, а также результаты испытаний я занесу в итоговую таблицу. Ну и естественно, если вы хотите продолжения многосерийки про магнитные кабели, ставьте лайк под этим обзором. Мне они, если честно, уже поднадоели, но если это видео наберет хотя бы 300 лайков в ближайшее после выхода время, я крепко задумаюсь насчет нового обзора. Первый кабель имеет приятную оболочку из резины стеснения. В моем случае она ярко-красная, но также для заказа доступен вариант черного цвета. Коннекторы двухсоставные, из металла и резинопластика. На магнитном коннекторе присутствует светодиодный индикатор. Сам магнитный коннектор имеет интересную восьмиконтактную систему, допускающую двухстороннее подключение. Будет интересно посмотреть, насколько эта конструкция будет удачно и поддерживает ли кабель быструю зарядку и передачу данных. В гнезде смартфона коннектор выглядит опрятно. А приноски с бампером почти незаметно. Второй кабель имеет оболочку из плетенных нейлоновых нитей. Доступные цвета исполнения те же, черный и красный. Коннекторы кабеля металлические. На этот раз магнитный разъем радиального типа. Коннектор двухконтактный, допускает поворот вокруг оси кабеля без потери контакта. Причем магнитный разъем имеет подсветку в районе перехода в кабель и во внутренней части разъема. Такой тип коннектора нам уже знаком. На своем месте в гнезде смартфона или планшета выглядит он достаточно заметно, однако его удобство для многих побеждает массивность. А вот еще один кабель с радиальным коннектором. По сути это брат-близнец предыдущего участника, с той лишь разницей, что коннектор расположен под углом. В ряде сценариев использования такой угловой разъем будет очень удобен. В остальном все тоже. Металлические коннекторы, подсветка магнитного разъема и нейлоновая оболочка кабеля. Помимо черного и красного цветов, также можно выбрать кабель золотого цвета. Следующий кабель выполнен на все таком же достойном уровне. Металлические коннекторы на месте, нейлоновая оплетка кабеля тоже на месте. Цвета доступны красный, черный и золотой. Магнитный коннектор двухстороннего типа, овальный, трехконтактный. Такой разъем нам уже попадался, однако интересно как он проявит себя у топка. На магнитном коннекторе присутствует индикатор радиального типа. Ответная часть на рабочем месте смотрится опрятно и мало заметно. И наконец самый интересный кабель, который я ждал больше остальных. Как я уже говорил, кабели с радиальными коннекторами очень удобны в использовании, но имеют серьезный недостаток. Будучи двухконтактными, они не поддерживают передачу данных и быструю зарядку. Так вот данный кабель лишен этого недостатка. Радиальный магнитный коннектор этого кабеля имеет четыре контактные дорожки. И может передавать как питание, так и информационные сигналы. При этом разъем коннектора не изменился. И внешний кабель также тяжело отличить от обычной модификации. И подсветка, и плетеная изоляция, и металлштекеров на месте. Для заказа доступны синий, черный и красный цвета кабеля. Теперь от внешнего вида и конструкции перейдем к тестам. И традиционно для начала замерим расстояние подхвата кабеля магнитным разъемом. Знаю, что некоторым зрителям этот тест кажется бесполезным и неинформативным. И таким хочу напомнить, что в описании к большинству роликов есть временное оглавление, по которому можно легко перейти на интересующую часть видео. Начинаем по порядку. Первый кабель с красной резиновой оболочкой. Расстояние подхвата 16 мм. Следующий кабель с двухконтактным радиальным коннектором. Подхват на расстоянии 20 мм. Теперь кабель с угловым радиальным двухконтактным разъемом. Подхват также на 20 мм. Теперь кабель с овальным коннектором. Кабель подхвачен на расстоянии в 17 мм. Ну и наконец кабель с радиальным четырехконтактным коннектором. Подхват на расстоянии 20 мм. В этом тесте порядок участников останется тем же. В итоге средняя сила удержания магнитного коннектора этого красного кабеля составила 416 грамм. Однако тест прошел не совсем успешно. На одной из попыток магнитный коннектор выпал из гнезда. И тут стоит признать, что сила удержания магнитного коннектора в гнезде не самая лучшая. Думаю, что при использовании случайных выпадений будет не избежать. Средняя сила удержания магнитного коннектора этого кабеля составила 333 грамма. Выпадений коннектора из гнезда не было. С присоединением красного кабеля пришлось помудрить. Однако тест прошел удачно. Сила удержания коннектора составила 379 грамм. И в течение всего теста коннектор оставался на рабочем месте. Сила удержания овального магнитного коннектора в среднем составила 381 грамм. Проблем с фиксацией коннектора также не обнаружено. А вот замерить силу магнитного соединения кабеля с радиальным четырехконтактным разъемом мне не удалось. К большому сожалению, коннектор в гнезде держится очень слабо. Что приводит к постоянным его выпаданиям из гнезда. Естественно, если отключать коннектор на излом, то штекер остается в гнезде. Но опять же повторюсь, замерить силу удержания у меня не получилось. Ну и теперь переходим к измерению падения напряжения на каждом из кабелей. Для тех, кто смотрит подобный тест впервые, поясню. У нас есть источник питания, вот это зарядное устройство от ROG, а также тестер UM25C и электронная нагрузка. Как вы видите, при нагрузке в 2 ампера, зарядное устройство выдает стабильные 5 вольт. Далее мы будем подключать тестер к заряднику через кабель и отслеживать падение напряжения относительно исходных 5 вольт. Опять же повторюсь, все кабели будут идти в том же порядке. А фиксировать результаты будем в трех отметках. 1, 1,5 и 2 ампера нагрузки. Подключаем первый кабель. Итак, при 1 ампере нагрузки мы снимаем с кабеля 4,75 вольта. 1,5 ампера и 4,67 вольта. Нагрузка 2 ампера, напряжение 4,58 вольта. Далее кабель с радиальным разъемом. Нагрузка 1 ампер, напряжение 4,78 вольта. Нагрузка 1,5 ампера и 4,72 вольта. Нагрузка 2 ампера, напряжение 4,65 вольта. Теперь кабель с угловым радиальным коннектором. Нагрузка 1 ампер, напряжение 4,67 вольта. Нагрузка 1,5 ампера, напряжение 4,5 вольта. Нагрузка 2 ампера, напряжение 4,5 вольта. Далее посмотрим, на что способен кабель с овальным магнитным разъемом. Нагрузка 1 ампер, напряжение 4,59 вольта. 1,5 ампера и 4,46 вольта. И, наконец, нагрузка 2 ампера, напряжение всего лишь 4,33 вольта. И, наконец, 5-й кабель с 4-х контактным радиальным разъемом. Нагрузка 1 ампер, напряжение 4,7 вольта. 1,5 ампера и 4,59 вольта. И при нагрузке в 2 ампера, напряжение составляет 4,48 вольта. Что касается быстрой зарядки, то для ее проверки нам понадобится специальное зарядное устройство от Ugreen, которое поддерживает данную функцию, а также триггер, который заставит это зарядное устройство подавать на наш тестер повышенное напряжение. Как вы можете видеть, первый красный кабель быструю зарядку и, следовательно, передачу данных поддерживает. Черный кабель с двухконтактным радиальным разъемом ожидаемо быструю зарядку не поддерживает. Красный кабель с угловым радиальным разъемом точно так же не поддерживает ни быструю зарядку, ни передачу данных. Черный кабель с трехконтактным овальным разъемом также не порадовал нас ни возможностью передавать данные, ни возможностью быстрой зарядки. А вот синий кабель с радиальным четырехконтактным разъемом поддерживает и быструю зарядку, и передачу данных. Сейчас перед вами таблица с результатами всех сегодняшних участников. Сразу хочу отметить, что ничего выдающегося в позитивном плане по части внутреннего сопротивления и падения напряжения эти кабели не показали. В очередной раз я убеждаюсь, что ни один магнитный кабель не может потягаться по этому параметру с качественными немагнитными кабелями. Однако я однозначно рад появлению кабеля с радиальным разъемом, который поддерживает быструю зарядку и передачу данных. Он хоть и не выделяется по падению напряжения, а его коннектор держится в гнезде слабее остальных, но при аккуратном использовании он может стать очень удобным аксессуаром. Ну а теперь взглянем на общую сводную таблицу со всеми кабелями. Напомню, ее вы можете скачать в описании под этим видео и изучить более внимательно. Так вот, из этой таблицы видно, что среди магнитных кабелей трех разных брендов нет явных лидеров по токовым характеристикам. Все они оставляют желать лучшего. Однако в целом кабели с обычным радиальным коннектором проявляют себя чуть лучше остальных. Если вам важна максимальная скорость зарядки, минимальные потери, возможность передачи данных и быстрой зарядки, возьмите что-то немагнитное. Например, из вот этого обзора. Если скорость обычной зарядки не так важна, и при этом хочется удобный магнитный кабель с возможностью передачи данных и быстрой зарядкой, заказывайте вот такой кабель с четырехконтактным магнитным разъемом. Если вам нужна только обычная зарядка и более-менее нормальные показатели, заказывайте любой кабель с обычным радиальным разъемом из этого обзора или из первого видео про кабели Flowme. Естественно, все ссылки на кабели от надежных продавцов, как всегда, будут ждать вас в описании под этим видео. Очень надеюсь, что обзор был вам интересен и ответов после него стало больше, чем вопросов. Напомню, продолжение данной серии роликов зависит только от вас и ваших лайков под этим видео. Так что оставляйте лайки, оставляйте комментарии и делитесь этим видео с близкими, вдруг они тоже ищут годный магнитный кабель из Китая. А на этом на сегодня у меня все. Желаю вам отличного настроения и только удачных покупок в Китае.